всем привет сегодня очередной обзор вот и начну с того что хочу поблагодарить подписчиков да которые есть и которые подписываются поблагодарить за их активность ну не это важно как бы ладно значит у нас сегодня шевроле niva или шнила вот она стоит красавица хер какого поймите цвета синий фиолетовый черный не знаю сейчас поближе подойдем посмотрим вот ну смысл давайте начнем посначала как бы значит ну шевроле niva да как бы и чё это производство вообще чё вот я не где-то к нему понять как вроде бы да это все в россии делается на опять же до шевроле она причем еще роли вообще на шевроле это относится general motors и так далее там мне кажется директор вот этого концерна шевроле да как бы вот это ggm он даже не подозревая что существует в его линейке такие автомобили как допустим шевроле lanos дальше уровне его вот эти короче автомобили они просто имидж убивает на самом деле шевроле по крайней мере в россии точно потому что вот именно в россии блять вот эти шевроле lanos и как бы ну просто и без стока на столько техниво шевроле он тоже вот причем как бы все прекрасно понимают всех качества да и остальные вещи вообще ну чё блять тут тут уже люди как бы про название они парились после название это тоже для автомобиля как бы сложно придумать так ну там мировые гиганты да там вот эти именно автомобиль строения они даже название автомобиль уже просто не придумывают причем уже давно они просто называют там первая вторая серия там допустим а6 а4 да как то и собрать гиганты германские вот а более-менее бюджетные ну уже марки не знаю вот они именно называют вот это лачете lanos и просто не солярис и вот эти названия они постоянно кого придумывают вот не знаю для чего на самом деле придумывать очень сложно потому что помимо того что есть просто название да нужно еще будет перевести на всех языках мира чтобы да где-то там не знаю может быть на украине lanos там допустим там солярис не звучал как мат какой-то вы поэтому просто все уже об этом знает все же самого марселесе инженеры они уже просто название до нового женики не придумывают здесь я бы тоже пацаны не запарились шевроле да просто откуда со стороны взяли там кому-то бабки про пошлали про про пошлили вот и типа пиар какой-то но это и для сами понимаешь что это все а шевроле тут нет ничего кроме как просто название естественно естественно дизайн там я не знаю может быть они рисовали но опять же вы видите что дизайн есть да не алю ну не алёша есть вообще я дизайн вот жалко что да нельзя взять машину назвать просто машина просто ну нельзя нельзя предметы именно вот фирму до называть именно своим предметом нельзя это закон такой я допустим взять телефон да вот и написать на фирма телефон нельзя так сделать поставить едет машина у нее шильдик сзади машины нельзя так сделать вот поэтому вот такие чудеса с названиями вот они творят что-то выдумывают была старая него дальше шевроле него поменяли кита цифра нахуй и добавили просто шевроле шевроле и шильдик это все ерунда в курсе сразу хочу сказать что когда покупаешь внедорожник то нужно ставить на учет машину военкомат может так как она как полноприводная и в случае какой-то там ядерной войны вот эту машину естественно военкомат забирает вставляете такую ситуацию вот та же банкомате тоже не сидят они быстрее заберу какие-то уреги или x5 дать им чем это тупать тачку естественно вот но тоже на учет ставить надо ладно бампера как бы допомнить на старых нивах они были такие железные как бы на них можно было встать и крепились они в других трубах на таких как бы этих металлических естественно это было все крепче и гораздо вот сейчас здесь сделали пасмассовый бампер в принципе как бы тоже крепкий позволяет он может убираться на тоже не такой и я владелец которую машины покупают они там типа не для рыбалки говорят не для рыбалки старая для рыбалки это нигде для рыбалки не знаю что за бред вообще полный здесь как бы угол тут именно заезд на какое-то препятствие большой вот но видела там они наверное просто такие волны объезжают там рыба вкусная ездит туда далеко поэтому как бы вот им именно это мешает как бы вот эти бампера кстати защиту или просто снимайте я думаю внешность не особо поменяется если вы без бампера будете ездить по крышке значит если длитель 215 65 r16 вот это диск на 16 как бы идет резина 65 ну я не знаю на самом деле как бы размер не очень большой я недавно снимал ролик да где резина покупал так вот там колесо практически такого размера до на митсубиси стоит на седании данной обычным как здесь на внедорожнике до считается какой-то не знаю внедорожник не даром не внедорожник непонятно что это вообще сейчас я попозже но об этом расскажу именно про внедорожность и качество так который славится поэтому вот и там на самом деле много сюрпризов много об этом просто люди даже не знают вообще автомобили гриллер с завода 220 но есть стоят проставки здесь не видно понятно значит любой дакоба ну естественно автолюбитель может просто поставить эти резиновые проставки они в принципе стоят на любой автомобиль тут толщина блин тут на 1 сантиметров 5 чего поставил но вы считаете вот так вы а нас ну так машина вниз сидела допустим да если без проставок в принципе кстати клернас на самом деле большой там уже были проползти есть много минусов да много плюсов вот и один из минусов просто такой так выглядит ключики написано но нарисованы шевроле кстати может что-то не так делал так вот это реально происходит значит есть обивка опять же да она здесь раздолбается когда вы дрова будете возить значит багажник видите да реально маленький ну какая нахуй рыбалка какой блэк лесно такие вы и багажника сами подумайте да водку кинул не знаю палатку кинул да куда туда даже пузырь засунуть на это реально места мало самом деле очень мало один из минусов и все рыболовы и лесники они говорят что просто ну очень мало очень мало а что касается тормозов тут стоят сзади барабаны принципе принципе машина с таким мощным двигателем долго быстро не разгоняется поэтому этих тормозов вот так за глаза подвеска есть обычная там сзади мост стоит марк ферсон тоже да там остается каких-то таких чудес нахуй естественно если вы не увидите никакой там пневмоподвески здесь каких-то там регулирующиеся там допустим какие-то допустим там электроника я находит вот именно подъем опускания именно этой как бы до подвески как бы нет никакой ерунды в принципе достаточно добротно ну как в принципе так сделано вот но опять же все таки эти запчасти они делаются в россии поэтому естественно сами понимаете какое у них качество тазы вазы и газы и зазы все вот это все одно и то же качество также шнива вот даже те же самые камазы делают все же из того же слова металла в этом русский автопром реально я просто за это не уважаю да это запчасти ты можешь прийти в любой магазин заказать там они в наличии все эти есть на него на шевроле него были на них ресурсы реально в три раза меньше чем допустим на ту же самую на марку вот такие дела посмотри значит сейчас попали такой чудо просто поспорим челом под капотом открывается все как у людей язычок вода вот так выглядит двигатель двигатель здесь короче объем 1780 лошадиных сил 80 какой дурак запихал на полный привод на такие здоровенные колеса 80 лошадиных сил выставляете вообще двигатель каких этих годов разработок 17 такого объема сняли всего 80 ребят просто вот-вот-вот-вот просто я даже встретить ничего не хочу реально динамика в автомобиле за сотни 19 секунд стоять 19 секунд до сотни ну все вы просто из вас гонщик на этой машине не получится сейчас мы сядем в салон посмотрим именно привод я вам покажу все эти рычаги как переключается как машина едет вот все принципе пошли в салон посмотрим там значит мы сейчас сели салон автомобиля да все таки как раз это внедорожник да то надо просто посмотреть как вот именно все это включается на самом деле путаница как бы небольшая есть если вы ни разу здесь не сидели то не разберетесь как включить пониженную как повышенную вот сами рычаги вот да вот и сама раздатка и включение пониженные повышенных передач и здесь на схеме ни хрена не понятно через сон да как бы ну нейтралка там до л а штандака вот это что непонятно вот вот коробка передач но есть стандартная схема вообще два этих рычажка получается на старых нивах на обычных да там у них именно было три рычага одна на коробку одна на раздатку и 2 до было именно на включение пониженной гряды передач здесь они от этого рычага от одного избавились но в принципе вся система работает абсолютно также просто это сделано для удобства как бы кому как получается вообще если смотрите сюда как эта вся тема работает значит вот сейчас у нас включена вот эта буковка h да это получается что мы сейчас просто едем на обычном приводе это обычный ряд ну вот именно передач обычный привод причем многие заблуждаются и говорят что на них как будто бы просто полный задний до привод на самом деле здесь как бы именно постоянно полный как это выглядит да сзади у нас стоит дифференциал на мосту спереди стоит дифференциал и кубок промежуточный тоже есть дифференциал вот я когда уазика снимали про козла я там все объяснил для чего нужен дифференциал как он работает вот здесь тот же самый дифференциал исполняет работу еще и между осями получается да когда у вас именно включена как именно сейчас просто обычный как бы да режим поездки то дифференциал работают как если вы допустим едете да где-то застряли начинаете буксовать то у вас начинают буксовать колеса именно те где легче сцепление вот это минус огромный вот этого автомобиля да потому что на уазике именно там у него постоянно задний привод он постоянно задний пока ты не включишь допустим уже передок вот здесь он как бы варьируется как бы отпереди и сзади да где легче будет крутиться колесам тем они будут крутиться вот то есть получается что если на уазе постоянно задний она где-то заехала пускай будет или легко или тяжело да там уже какой-то шанс есть выехать на уазе как там получше все такие системы а здесь она такая чуть попроще не знаю чем она связана может с детством автомобиля или с каким-то разработками древние разработками причем да какие-то 70-х годов значит вот смотрите сюда далее вот это маленький рычажок сейчас стоит здесь значит выжимаем сцепление да ну для для легче включения значит так просто вперед это получается нейтралка вообще никуда не поедешь причем самое что интересно если включить первую передачу допустим да и поехать то машина просто стоять стоять будет на месте это делают некоторые для того чтобы просто ну когда машину допустим где-то прогреваешь греется двигатель и для того чтобы прогреть еще ту же самую коробку даст раздаткой то включает вот именно нейтралку до самой раздатки да вот и включать первую передачу получается что у вас шестер начинает вращаться и чуть-чуть масса кого прогревается потому что смазывается именно самой коробки как да вот этот сам колесо крутится шестеренка допустим большая и зацеплять масло которая просто вас на дне сгущенка лежит вот она зацепляется и начать эту тему как бы разматывать вот и все смазан через свойство и проявляется поэтому когда если ты смазывать не будешь если не будешь прогревать этим заниматься не будешь то естественно при трогании да где-то в мороз будет большой именно вот нагрузки на сами детали просто они будут вас и химии без масла далее значит включаем полностью вперед да это было не травочка значит полный вперед это получается мы сейчас сделаю блокировку вот этого самого между осевого дифференциал то есть получается сейчас если мы поедем у нас будет и сзади крутится да ну передний мост работать и спереди там стоят 2 таких зубчатые шестерни да и когда мы включаем вот именно они заходят зацепление и полностью блокируется опять же если где-то забуксовали то из-за того что тут нету блокировок осевых дифференциал да у вас будут буслать колеса именно те где опять же легче сцепление даже если включили полный привод вас будет или одно заднее и одно одно заднее и одно переднее будет по диагонали слева справа там без разницы где именно легче цепление то и будет крутиться конечно да там можно купить можно поставить все это делается делается вот эти блокировки дифференциалов также как на у вас как весь этот русский автопром уже полностью переделать под себя но заводы идет именно такая как бы система сток сток такой таков сток значит как у нас включается пониженный ряд передач опять возвращаем на нейтралку то же самое рычаг в щелкаем на себя опять же включая вперед и получается что у нас получает полный привод но уже ряд передач вот именно вот этих он будет пониженный если ехать с полным выжатым газом на пятой передаче с включенным с полным включенным приводом допустим да там но без разницы какой и с именно с пониженным рядом передач что у вас максимальная скорость будет на 5 передачи примерно 70 80 километров часа представляете да если ехать на 1 но это все это черепаха в принципе это как бы плюс офигенно потому что ты можешь заехать любую гору без пробусовки без трогания сцепления и так далее да плюс есть в этом пазара нет в принципе щелкать я сейчас стою на месте щелкается все достаточно удобно может быть просто шестерни стали поэтому так щелкается вообще люди хозяева они как бы жалуются то что где-то вот они едут да хотят пофиг на месте или где допустим где-то в движении да на маленькой скорости включить полный привод и не могут это сделать потому что вот шестерни так вот вцикнулись да и не могут провернуться как бы вот и завод-изготовитель советует вам немножко повернуть руль влево чтобы машина чуть поехала боком вот и когда вот эти звездочки начнут крутиться с разной скоростью они все-таки зайдут в зацепление и вы включите этот самый полный привод а так система конечно не доработана там каких-то там двойных сцеплений там power shift тут никогда в жизни не будет поэтому про это можно забыть все это сделано для леса для рыбалок для наших любимых для ваших точнее якобы не особо к этому отношусь вот вот так выглядит полный привод значит кнопочки все с пятнашки с четырки ну все это приборки да это все естественно унифицировано с других моделей стеклоподъемники все это как бы вообще быть они по-моему на всех тазах на газах опять же ладно это все мелочи все-таки русский автопром здесь смотреть вообще не хрен вот у нас стеклоподъемники это регулировка зеркал это все это все херня это все можно ставить и докупать там у именно шевральонилу и наушниву всего две комплектации идут вот ну и подогрева сиденья это стеклоподъемники зеркал там да но это все как бы такие мелочи естественно такие вещи какие спил тоже здесь никогда не увидите абэс он как бы да есть там да ну не везде так потом есть еще комплектация именно с двигателем 129 лошадиная сила 1.8 он шел от гранд витара вот и еще там третья комплектация это модификация точнее даже называть он называется трофе там уже идут сама блокирующий вот эти дифференциал да именно мостов по которой отказывал не более-менее она подготовлена тебе дороже там уже в переднем бампере можно лебедку запихать там и скрепление кого под нее есть такого нету это гражданский вариант именно черная для чего то машина по городу на районе не знаю ладно все попробуем проехать почему научить себя представляет посмотрите как дергается если передачи естественно никаких тросиковых приводов здесь нету здесь все в это стыкается прямо вот именно сами шестерни этот палочек так чего чаем значит обычный режим даже он не не включается ни хрена проехаться как на копейке задняя включается она утапливаешь и на себя не на ребят я не знаю это там мазохиста кому-то это нравится не знаю машина сейчас в данный момент продается и стоит 250 тысяч если вы хотите все такие вот если хотите все такие головные боли то пожалуйста вступайте в круг шниловодов они вас уже ждут в распростертые объятия я как на витек а поехали по бездорожью поградаемся чуть-чуть попробуем чем очень на счастье стоит первая вторая двигатель опять же очень слабый я не знаю 0 блин как можно было на такую машину поставить такой двигатель это просто бич этой машины именно маленький багажник и плохой двигатель так подвеска принципе ровная в аэропорт мы машину это не повезем потому что так потому что то что и сравнивать вообще нечем получается не надо где-то секунд до сотен составляет а так в принципе вот машина едет мягко так первым большой принципе бамперами сердце 5 не будешь полный привод но также полный привод он какой-то такой недоработанный я не знаю почему так не любит у нас эти инженеры которые производят именно эти автомобили русского автопрома что и уазик что и ниву их приходится реально доработать самому приходится покупать за 13000 вот эти блокировки мостов все это тоже дорогостоящие удовольствие и сами понимаете что эти блокировки мостов делают какие-то тоже те самые шабашники естественно лицензия есть да у них но они сами все это точек это стоят какие-то отдельные заводы где люди просто думают рисуют какие-то графики какие-то инженеры и ресурсы у этих запчастей гораздо меньше чем вот именно заводских опять же тех самок раздаток печкой шумит даже на первой скорости 4 на все дает это метель ты сразу я глаз расставил полный привод проверить негде да и не за счастье даже не охота я поставил как это все работает вот такие дела ребята такие дела тут и гидроусилитель вот раньше в него гидроусилителя не было и некоторые с него воды которые именно поменяли не удалось именно на новую версию дают именно наш него вот они как бы уже говорят из-за гидроусилителя типа у них вырывают именно рулевые наконечники потому что представляете на колесо где-то забивается в яму где-то в божий подбирается а вы с помощью гидроусилителя очень легко руль поворачивать естественно все вырывается да а на старых не было гидроусилители поэтому ты чувствуешь именно напряжение да вот и от этих самих рулевых наконечниках поэтому там они ходили дольше здесь не не ходит вообще вот мы сидели здесь реально стучит что такое точек уберем машина на тест они реально стучатся я думал у меня у одного тачки все стучит подъезд тут тоже такие же такие же вещи происходят вот такие дела а вообще ну я вообще даже не представляю для чего это автомобиль нужно парить и да вот сейчас хотя эту тачку продает именно за того что очень маленький багажник он скупился уазу буханку для рыбалки опять же цена вот для леса для чего там автомобиль на нем по городу не поток совать ботус ты на нем не поедешь на как минимум ты тоже не будешь его использовать даже да про рыбалку но и столько снимает задние сидения получается двухместный такой да как бы внедорожник то что багажник ничего не засунуть для чего эта машина я не сейчас не понимаю я конечно такую игрушку не купил дело говорится вкуса да именно потребности а вообще по бездорожью да наедет базара нет никто не спорит ну ну ребят на какой бездорожью хорошую обычного субаря взяли четкого полный период постоянные никаких не надо тут щелкать этих пониженных повышенных вот все нормально игром в городе и сугробы поехал по льду эти грибы они столько не стоят от этих усилий от этих нервов покупку этих запчастей расхода этого бензина тут кстати 80 лошадиных сил и расход по городу 14 с чем-то литров с 14 с чем-то литров ребят представляете а по лесу сколько будет на пониженных передачах еще меньше получается так значит вообще этот автомобиль из линейки тех автомобилей вот они попадают в эту команду вот этих где минусов да в тачке именно больше чем плюсов они тачки есть вот они сегодня у нас вот в обзоре давайте перечислим эти минусы во-первых русская сборка где-то касается всего металла пластмасса и так далее безопасности тоже самое сообщение ченика когда нету и вот именно сборка российское качество потом маленький багажник отсутствие нормального двигателя можно считать кучу да кучу вот этих минусов но я перечислил все основные как бы да получается вот но есть один единственный плюс у эта машина то что запчасти стоит дешево я не знаю это для кого-то если эту роль играет все на полный привод тоже до плюс но опять же он не усовершенствованный когда вы купите этот автомобиль вам покажется как обычно у всех показывается этого мало вы хотите еще больше вы будете ставить тут проставки на колеса как стоять здесь вы захотите еще какие-нибудь блокировки потом будет мало багажника в итоге короче вы поменяете просто на лангрузер какого-нибудь 95 года или на уазика на патриота или на буханку в данном случае делая хозяин ну представляете да к чему все это ведет вот так вот это это реальные вещи в принципе обзор как бы ну основные части мы с вами затронули да больше по машине рассказать особо нечего вот но это еще не все вот сейчас будет продолжение видео так что смотрите на сейчас небольшой бонус до нашему обзору в прошлом на прошлой съемке с хендоакцентом был участвовал так сказать в разгоне ford focus на 2 вот это он попался дерзкий дерзкий пацанчик вот и как бы но он вызвался гри давай как я с тобой но по ходу делал уверенный себе не знаю говорит накажу год всех вот сейчас мы в аэропорту опять же вот для нашей машины все будут стартовать вот покажи вот туда 1 2 3 буквально да и 4 кто победить тому тому ничего не будет все ждем ждем окончания гонок ну чё значит но у нас не было три попытки до примерно вот и на первой попытке фокус просто заглох на 2 он забыл переключиться на вторую вот и на 3 как бы он сделал фальстарт он реально там я четыре раза по сигнале он уже поехал фальстарт сделано все равно его обогнал причем ну реально обгон уже был на первой передаче не то может быть на фокусе первой передачи короткая вторая нормальная то что он потом вроде как не так далеко отдалялся именно именно сам весь разрыв исходил на первой передаче не знаю может официально сделано вот но у меня значит 150 до вошли у ford 115 объем него 16 у меня два литра но все равно у меня полный сток и у него полный сток у меня только прямо точно выход деланы все вот видите когда получается что 35 вошли сил делаю свое дело все равно в любом случае поэтому ford фокус этом сразу давайте там прекращайте там горлане что у вас фокус едет и так далее вот как этот дерзкий пацанчик с кемаще только соревновался в дальнейших соревнованиях наверное фокус бы он ставить какими-то овощами полные потому что вы сами видите что он не да вот он акцента от победил в прошлом видео вот но видел там акцент тоже как бы да не ехал он там реально да тоже мощностью было меньше но тут вообще в сухую причем даже если где-то где-то выступали бы на соревнованиях то это было даже смешно просто не знаю короче машина реально в двух разных категориях двух разных классах собеса поставлять вообще аренам не стоит вот а так ну чё я победил тысяч раз буду тягаться другими машинами фокус фокус все с фокусом закрыли тему вот так что здесь ждите следующих видео подписывайтесь ставьте лайки все всем удачно